1308 год, к этому времени окончательно уже развалился Канийский султанат, который также Эмират Рум назывался, то есть государство сельджуков в Турции. Медленно шел процесс, но пожалуй 308 год такой один из важных этапов, потому что выделился Эмират Айдын, который как раз крупный контролировал Измир, который Смирно тогда назывался и так далее. Дело в следующем, там во время нашествия монголов, во-первых, пострадали они не столько от монголов, хотя монголы там тоже были, но от того, что от монголов бежали в большом количестве туркмены и другие тюрки Средней Азии. Вот они как раз туда переселились, вторая волна тюрков, и им султан Сельджукки был вынужден предоставить территории. Вот они на этих территориях каких-то селились там в Турции. Учитывая, что ослабела Византия, им предлагали захватывать землю Византии, если земли не хватает, они этим занимались. Постоянные раздоры были внутри этого румского султаната, он слабел. Кроме того, это все все равно были в остальной территории Монгольской империи. Пользуясь вот этим всем кризисом, постепенно туркменские беи, которые возглавляли вот эти бейлики, они захватили власти и полностью отделились. То есть, во-первых, территория тюрков увеличилась, с одной стороны, потому что они у Византии захватывали все больше территории. Но, во-вторых, она развалилась на отдельные государства, которые, тем не менее, между собой были в союзе. Войны между бейликами были, но сравнительно мало. В основном, они все единым фронтом все равно воевали с православными греками на тот момент. Формально это все было в составе Монгольской империи, то есть, фактически Монгольская империя наступает на Бизантию, но слабо этими туркменами монголы распоряжались. Ну вот, когда прибыл Ильхан, то есть, они были в составе, значит, Ильханов, это автономия УЛУС Монгольской империи, которая в себя включала современный Иран, часть Индии, Ирак, воевала упорно с мамлюками за Сирию и вот как раз Турцию тоже включала современно. Когда явился, допустим, Ильхан Эмир Тимирташеву Анатолию, они все к нему явились беи и сказали, что да, они все под монголами ходят, все в составе монголов. Они приносили ему какую-то определенную дань, но на самом деле, даже и в начале 14 века зависимость была слабая. Вот они только формально приходили, говорили, что да, они у монголов и могли какие-нибудь подарки там посылать небольшие. На самом деле, они были независимы. 1335 год, считается, они окончательно отделились и даже уже никаких подарков монголам не посылали. Ну вот, крупнейший, пожалуй, Эмират Айдын, который в 308 году возник. Османый первоначально был достаточно слабый белик, но активно расширялся и одержал ряд побед именно в это то же время. Они захватили, значит, Айдын захватили долину Меандра и, соответственно, Смирну. То есть, как раз вот эти территории коренные, в общем-то, для греков, они были в это время захвачены тюрками. Опять же, не централизованным государством, а вот каким-то союзом. То есть, в средние века централизация иногда не работала, как я уже говорил. Примерно, наверное, 1320-е годы, пик этих всех беликов, их было очень много. Наверное, штук 20 было государство в итоге. То есть, вот они захватили все эти территории греков и там, на этих территориях, они продолжали дробиться. То есть, каждый там бей отделялся, захватывал какую-то долину. Но, примерно, области Турции современной в какой-то степени соответствуют. То есть, вот, допустим, Кютахи отдельный там был белик. Там, любимая всеми Анатолия, это отдельный белик. Там Адана отдельное государство. Каждый, вот, более-менее крупный город Турции, считайте, что отдельное государство было. Севас отдельное, конечно, государство. Их было много, их постепенно объединяли османы, но очень долго. Они потом все сопротивлялись. Ну, а к этому перейду. На 1308 год начинается вот эта система беликов, то есть, полный распад на отдельное государство. У них сохранялись традиции еще тюрков старые. Как бы вот, бей возглавлял, да, но он был такой первый среди равных. Он, скорее, вождь племени, такой авторитет, но он советовался, да, со своими этими ближайшими помощниками. То есть, не такой уж он и император, как бы, был такой всесильный. При нем был диван, совет знати. Были различные там канцелярии, была определенная аристократия, через которую бей управлял. Чиновники определенные. Ну, конечно, в такой небольшой области там засилья чиновников не будет. Это, в принципе, ближайшая просто команда правителей области. Считалось, что земля на Бея, но Бея, он из своей земли выдается вот своим, как бы, соподвижникам всем, да, дворянам он выдает землю. То есть, земля централизованно принадлежала вот просто Бею, миру этого всего Белика, но он мог выдавать землю дворянам, как бы, да. Города в основном были свободны, только платили налоги. То есть, они не подчинялись какому-то конкретному господину, только подчинялись Бею. Крестьяне на самом деле были свободны. Могли перебегать, допустим, с земли на землю. Просто другой вопрос, что земля была во власти у кого-то. Либо земля принадлежала государству, то есть Бею, либо принадлежала какому-то конкретному владельцу, но владельцу тоже землю дал Бей. На этой земле живут крестьяне, они ее обрабатывают, и они платили обычно 10%. Вот у нас разоряется про крепостное право, а мы сейчас платим, если все косвенные налоги взять, да, которые мы в магазине отдаем, процентов 30-40 мы точно платим. Ну вот, в средние века в Турции крестьяне платили 10% и плевать дальше, хотя всем остальным сами распоряжались. То есть, на самом деле, у них степень их эксплуатации была раза в 4 меньше, чем у нас. Ну, конечно, жили они похуже, да, и иногда им не хватало даже на идут, даже из этих 90%, да. Им было жить, конечно, тяжело. Ну, даже вот от этих 10% Бей мог избавить. То есть, крестьяне, если он на государственной земле, он платит 10% Бею, если на земле кого-то конкретного владельца, 10% владельцу. Причем, в некоторых ситуациях может правитель всех простить и даже, иногда даже могли и не платить, если так распорядиться правитель. Все это воевало, естественно. На войне владельцы земель выступали как офицеры, а вот эти все крестьяне как солдаты. Ну, и они были заинтересованы, даже простые крестьяне, естественно, пойти и новые земли там захватить, богатство у греков и так далее. Ну, нельзя сказать, что это были какие-то варвары, особенно XIV век. Это был ислам, они были образованы, они поддерживали образование, насколько они его понимали. То есть, там развивалась исламская культура, библиотеки, медресеи, мечети. Был популярен все еще суфизм. Суфии крупные, как я уже рассказывал, в предыдущем веке перебежали в Турцию и там основали. То есть, культура в значительной степени была повлиянием суфизма в Турции. Там лидеры суфии, таких как Руми, были раньше, в предыдущем столетии. Но это все продолжало развиваться, суфийские ордена действовали, существовали. Они влияли на культуру достаточно сильно. При Беликах строили в большом количестве архитектурные сооружения, захватывали Грецию. Получается, к ним всякие греческие мастера переходили, которых они, конечно, использовали. Они тоже там не звери были. То есть, если они кого-нибудь грека захватят, он потом на них работает. И получает что-то. Вот строили мечети в большом количестве, старые, 14 века. Они там до сих пор стоят, туристов на них водят. Города были сравнительно независимые сами по себе. Там довольно много греков по-прежнему было, только они уже под властью тюрков жили. И судя по тому, что греки там оставались и до начала 20 века, никто там особенно ничего с греками не делал. Крутнейшие города Трабзон, Самсун, Синоп, Измир, того времени Анталья, Сивас, Кайсири, Конья. Все вот это было. И процветало. То есть, между собой они почти не воевали. Они производили в большом количестве ткани, ковры и продавали по всей Европе. Ну, как я уже говорил, наиболее такие, такое выгодное производство на тот момент это текстиль. И как раз Фландрия процветала за счет текстиля. Это Италия, ну и вот Турция тоже. Вот эти ковры, ткани, они все были популярны по всему миру. Серебряные рудники, квасцы и так далее. То есть, экономика поднималась на самом деле. Хотя формально это все выглядело как раздробленность. Что касается османов, то вот как они расширились за этот период, это к 324 году. И почти все это расширение за счет византийцев. Причем османы были на переднем фронте. Они как раз воевали напротив Константинополя. То есть, они экспансию осуществляли прямо к столице. Видимо, за счет этого это самый сильный потом белик получился. Потому что, естественно, там были воины, которые в первую очередь воевали. А тыл там они уже там, особенно там сзади сидели, да. Захватывали периферийные области Византии. Понятно, что Византия начала меры предпринимать против того, что все ее азиатские территории уже окончательно захватили тюрки. Они пытались надавить через ильханов. И, как обычно, Византия пыталась устроить династический брак. То есть, главного ильхана монгола в Иране, они пытались устроить брак с какой-то византийской принцессой. Но это у них не получилось, и они довольно быстро убедились, что влияние на самом деле монголов на этих тюрков слабое. Осман все это дело игнорировал, и все это время, пока шли переговоры об этом династическом браке, продолжало наступление. Начало все XIV века, Осман наступает, выбивает византийцев крепость за крепостью, расширяет свою зону. И основное его направление красное Кея, и уже подходит 308 год, даже уже пошли у него операции против Константинополя. Вот такое положение в Турции. Продолжение следует...